Привет! Итак, сегодня рубрику шедевры мы пополним партией Спасский холм. Тарис Васильевич Спасский, это 10-й чемпион мира, и в частности, шахматист, который был очень разносторонним, великолепно атаковал, здорово играл окончания. Очень любил игру по центру, в защите Немцовича, у него около 30 партий, сыгранных ленинградским вариантом, который сейчас уже не так популярен, потому что найдены за черных неплохие продолжения. Но, тем не менее, Борис Васильевич ни одной партии не проиграл, а с его партией против Ротмира Дмитриевича Холмова мы сейчас с вами понаблюдаем за его партией, за ходом его партии. Итак, А6, слон А4, ну, белое связали коня, пользуясь тем, что черным вряд ли захочется возвращаться слоном на Е7, так как он уже стоит на активном поле Б4. И стандартная игра черных, естественно, здесь связана с ударом по центру путем Ц5. Ф5, сдвоили пешки, и дальше идет 3 блокады пешечного центра беда. Перстен Ц2 встал отлично, взял под контроль поле Ф5, то есть черный слон на Ф5 не выходит. Ц2, сейчас у черных два основных хода, чаще встречаются сейчас под король Д8. Более популярен черный, ведут короля на Ц7, и рассчитывают сами затеять активную игру на королевском фланге. Опасно Ж5, потому что теперь Е4 уже не пойдет. Белое поставили пешку на Е3, и значит их слон в любой момент может выскочить на Ф5. Если сейчас дать белому поставить пешку на Ж4, то в дальнейшем они не только разменяют слонов на поле Ф5, но и приведут туда лошадку. Давайте я стрелочками обозначу ключевую идею белых, подмен белопольных. И с конем на Ф5, корнем, будет очень тяжело бороться. Поэтому Ж4. Но у белых здесь свои плюсы, у них есть ножки по линии Ф. То, что в лагере белых огромное количество сдвоенных пешек, никого не должно смущать, ни на одну из них черный напасть толком не мог. И Крич сыграл иначе. Он пошел Е4 немедленно. И вот в этой позиции, сейчас чаще играют слон Е2. В дальнейшем, аж 4, да, длинная рокировка делается позднее. Партия обклеена, посмотрите. Борис Васильевич немедленно сделал длинную рокировку. Более свежей партией, сыгранной через полвека, после партии Спаски Хомов. Гроссмейстер Пенталах и Рик Ришнас вместо короткой рокировки сыграл здесь в Б5. После СБА6 выяснилось, что у белых на ферсевом фланке все прекрасно. Да, черные отыграли пожертвованную пешку, но у них не хватает пространства и слабая пешка Д6. Последовала короткая рокировка в партии Спаски Хомов вместо Б5, естественно. Здесь очень интересно Ф4. То есть так играл Илья Сотников в 2-4-145 в 1996 году. Идея в том, что если черные меняются и бьют на Е3, то белые отыграют на Д6 и стоят лучше. Борис Васильевич немедленно сыграл Ж4, но последовал очень жесткий ответ Д5. И поднесло он Ж3, конь Е5. К сожалению, пешка Е4 неприкосновенно висит ладья на Д1 и грозит слон Ф3 вилкой. Поэтому приходится играть Х3, конь Ж6, слон Е2. Это все нормально. Может быть, аккуратнее, интереснее было слон Ж2. Ладья Е8. И ладья ДФ1. Здесь в Спаске сыграл ладья Ж1. Он уже заготовил ту жертву, благодаря многим за которой, мне кажется, партию стоит считать шедевром. Но, возможно, стоило сыграть более спокойно. Ладья Е5 провести Х4 и играть по линии. После ладья Ж1 в Спаске ориентируется именно на ходе Х4. Но теперь мы видим, что до черного короля вроде бы не добраться. А они сейчас пойдут в Б5 или А6, Б5. Скроют линии на ферзевом фланге и займутся королем белых. Ладья Х5. Первая такая, первая жертва в этой партии. Ну, брать надо. Пешка Ж5 висит. На КНЖ7 будет ладья ДШ1. Коня уводить надо. Вроде бы слоны в 4 хода нет и ЗФ6. Для чего белые отдали, качество не совсем понятно. И тут следует еще один удар. То есть белые бьют на Е4, чтобы перейти в Эншп. Напали на ладью. Забрали на Ж5 на Ц5. И возникла фантастическая позиция, в которой 4 белые петки борются с черной ладьей. Похожий шедевр у меня есть в прокомментированных партиях. Это партия Тимофеев-Хисматуллин. Обязательно найдите на моем канале. Посмотрите, то есть там тоже было пожертвовано качество. А потом еще и ладья ради проходных пешек. И здесь выясняется, что бороться с этими пешками не так-то просто. На А7 отдавать неохота. Хотя лучше было быстрее активизировать ладью. Впрочем, и здесь позиция за рамки равной не выходит. То есть от черных требуется достаточно аккуратная игра. Б6, слон Д4, коль А7. Здесь у белых был интересный ход Ф4. Железка считает, что у них есть перевес. То есть пешки готовы двигаться вперед. Но и после король Д2 нейтрализовать инициативу белых очень тяжело. Мощнейший ход ладья Ж6. Теперь если ладья Ж4, белые отдадут пешку Е4. Но съедят гораздо больше. Посмотрите, прикрепленный к файле. Там вариант приводится до конца. То есть белые выигрывают. Ну и потный слон Е8, слон Д3, слон Беж6, АЖ. Черным дорог хороший совет. У них лишняя ладья и качество. Но висит коль на А7. Который защищает важнейшую пешку Ф6. Приходится бить на Д4. И вот здесь Борис Васильевич немножко смазал. Он сделал логичный ход. СД. А вместо этого более парадоксальное ЕД. Создавая две пары связанных, изолированных, связанных, сдвоенных пешек. Похоже, выигнал. По крайней мере, в случае конь G5. Пешки при поддержке короля и слона проходят. Но и в случае конь F8, C5. Нельзя бить на G6. Потому что две пешки на шестой справляются, как известно, с ладьёй. Ну и после конь D7, C6. Вот то, что было в партии. Борис Васильевич играл Е4. И эта пешка вперёд не готова идти. А вот после C4 у чёрных серьёзнейшая неприятность. Приходится отдавать на D5. И белые, перекрывая линию C, легко выигрывают. То есть чёрный король просто не успевает прийти к пешке C6. Партия, к сожалению, последовала CD. И после конь F8, C5, конь D7, C6, конь B6. Е4 уже ничего не даёт. Потому что даже придёт белый король в центр. Пешку Е использовать очень сложно. И коня она не прогонит. То есть D6 тоже ведёт к ничьей. То есть здесь чёрные легко держат крепость. А после Е4, то есть белые ещё пытаются играть на победу. Но чёрный король успел встать на Е7. В этой позиции партия была отложена. И без доигрывания противники согласились на ничью. Белые, конечно, централизуют короля. Но их пешки не проходят. Анализ приводить не буду. Можете убедиться сами. Но, тем не менее, давайте ещё раз вернёмся под этим кадром. Ладья H5. Конь бьёт Е4. Флон D3. Конечно, эта партия просто великолепна. Всем спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечко. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Лайки, дизлайки. До свидания.